Врекфест В 2013 году Багбир в своем блоге объявили о работе над новой игрой, которую они назвали Next Car Game, и открыли сбор 350 тысяч долларов на кикстартере. Меньше чем через месяц разрабы поняли, что собрать нужную сумму у них не получится, и ребята предложили всем желающим сделать предзаказ игры и немного позже предоставили им доступ к техно-демке. В 2014 году я как раз наткнулся на видео с игровым процессом этой демки, который вы сейчас видите. Меня тогда весьма впечатлила модель повреждения у машины и то, как их разрывает на части. Летом 2018 года игра наконец появилась на прилавках магазинов, но уже не как Next Car Game, а как в Рекфест. И вот уже спустя целых 10 лет я все-таки добрался до этой игрули и попытаюсь понять, что это вообще такое и с чем это едят. Компания в игре разбита на 5 блоков, ну или чемпионатов, каждый из которых в свою очередь поделен на множество заездов, которые можно поделить на 4 категории. Веселый трешачок, дерби-арены, кольцевые гонки и восьмерки. В начале доступен только один блок компании, набрав в котором определенное количество очков, вы открываете следующий блок. И так далее, пока не откроете все 5. Я долго думал, как же я отношусь к этой игре и в каком формате сделать это видео, и в результате решил разделить ролик на 3 части. В первой я расскажу о плюсах, во второй про минусы и немного затронем онлайн. И первый плюс, очевидно, это физическая модель повреждения. Разумеется, до Рекфест уже выходили игры с подобной фишкой. Тот же Burnout Paradise, например. Ссылочка на видео про который, кстати, в описании. Но наша сегодняшняя игра вывела это на новый уровень. Во время аварий тут автомобили очень эффектно и, что самое главное, физически корректно деформируются и от них отлетают различные мелкие детали, которые продолжают лежать на трассе до самого конца заезда. Еще, кстати, разбившиеся в конец соперники не восстанавливаются, и их авто просто остаются на дороге. И тебе приходится маневрировать между ними, что добавляет и без того безумным здесь заездам дополнительной эпичности. Кстати, помимо автомобиля деформируется еще и пилот. А вот зрители здесь, походу, криптонцы в 10-м поколении. Далее по списку плюсов у меня идет и соперников. Боты ведут себя так, будто ты играешь не с искусственным интеллектом, а с реальными людьми. И если ты случайно, ну или намеренно бортанул одного из оппонентов, он вознамерится тебе отомстить. И будет всячески пытаться тебе насолить, что придает заездам дух настоящего соперничества. И это реально классно реализовано. Следующий плюс это то, как в EverQuest управляются машины и диваны. Да, эти парни стали звездами автоспорта, не поднимая задницы, а ты и дальше продолжай жаловаться на жизнь. Физика поведения авто тут напоминает внезапно Forza Horizon 4 или 5. Что-то вот такое примерно. Но тем не менее, играется оно как-то все равно по-своему. У машин чувствуется вес, у них есть инерция. Все автомобили ведут себя по-разному. Но такого, что к каждой отдельной машине надо долго привыкать, тут нет. Это ведь все же аркада. Еще один плюс, который я нашел, это графика. Да, она далеко не такая, как в большинстве проектов подобного толка. Но, учитывая, что игра делалась на 80% на энтузиазме финских разработчиков, вышла весьма недурно. Освещение приятное, модельки машин очень качественные. Только вы, главное, не всматривайтесь в задники, иначе в глаза попадет мыло и станет больно. Но это сущая мелочь, так что в расчет не берем. Далее по списку у меня идет музыка. Плейлист в игре, конечно, звезд с неба не хватает. Но несколько песен я все-таки добавил себе в списочек на прослушивание. В основном там преобладает рок-музыка, что, я уверен, многих порадует. Но есть и немного вполне уважаемой электроники. Такое мы слушаем, такое мы одобряем. Следующий вполне очевидный плюс — это общее безумие, происходящее во время гонок. Зачастую сразу с самого старта начинается жесточайший замес. Нередко бывает, что оппоненты просто на полном ходу влетают в поворот и разбиваются. Что выглядит одновременно тупо и смешно. Неподдельные эмоции вызывают такие миссии, как, например, гонка на трехколесной машине против автобусов. А потом наоборот, вам надо гоняться на автобусе против мелких, попутно пытаясь их разбить. Или, например, дерби на газонокосилках в самом начале. Как вам такое? Тут боже, он в порядке? Да все нормально, он же в шлеме. А что скажете насчет дерби в стиле фарминг-симулятора, где участники сражаются за право вспахать поле кукурузы отца своей возлюбленной, чтобы получить его благословление? А на самом деле все не так, но других причин для такого замеса я не вижу. Следующий плюс в списке пунктов... Следующий плюс в списке пунктов... Следующий пункт в списке плюсов... Это тюнинг. Каждую свою машину в игре вы можете вручную подстроить под себя, регулируя, например, жесткость подвески, передаточное число коробки передач и все в таком духе. Также по мере роста объемов вашего кошелька, вы можете ставить на вашу ласточку все более качественные детали, улучшающие характеристики. Чем выше эти характеристики, тем выше класс авто. Всего классов тут 4. А, Б, С и Д. И если честно, я не совсем понимаю принцип деления здесь тачек на классы. В класс С, например, входит одновременно школьный автобус, картинг-машинка и туалет на колесиках. Если меня смотрят знатоки автоспорта, поясните мне в комментариях, пожалуйста, где эта тонкая грань между С классом и Д. Не отходя далеко, в соседней вкладке можно установить на авто немного брони. Уж тут-то она лишней точно не будет. Ну и, конечно же, как можно не упомянуть про возможность жестко заколхозить свое корыто. Я считаю, это прекрасно. И заключительный плюс – это возможность ставить на игру модификации. Но об этом подробнее я расскажу в разделе «О минусах». Дальше поймете почему. И первый минус в списке недостатков, на мой взгляд, это общее однообразие. В игре довольно мало карт, и очень часто многие из них повторяются в разных чемпионатах. Единственное, что отличает эти заезды – это количество кругов. Также практически все трассы, которые есть в игре, визуально особо ничем не выделяются. Трасса, которая у меня действительно вызвала какие-то яркие эмоции – это та, где есть петля. Нет, это не означает, что другие треки плохие. Они просто обычные, не вызывающие никаких особо эмоций. Они просто норм. Да, вы можете напомнить мне про дырби на автобусах, комбайнах или гонку на диванах. Но подобного тут не особо много, да и добавлены они в игру чисто ради рофла. И я очень сомневаюсь, что кто-то всерьез заходил в игру, чтобы выяснить, чей диван быстрее. И вот тут на помощь могут прийти моды из мастерской Steam. Модов этих, к сожалению, не сказать, что бы прям много, и что все качественные, но для того, чтобы как-то разбавить общее однообразие, их вполне достаточно. Некоторые меняют игру до неузнаваемости. Блин, тут нельзя собирать бананчики. Какие-то вообще не работают, а какие-то добавляют в игру новые трассы или машины. Следующий минус вытекает из одного из плюсов. Это количество музыки. Она в игре реально классная, но ее преступно мало. Вы, разумеется, можете сказать, мол, включи просто на фон свою музыку и, несомненно, будете правы. Но мне все же хотелось бы, чтобы музычки в самой игре было побольше. Третий, пускай не самый значительный, но все же минус, это оптимизация. В целом игра оптимизирована неплохо, но порой случается так, что FPS проседают с 60 кадров до 45. Моя 3050 пускай не самая топовая карта, но для такой игры, как Фрэкфест, этого более чем достаточно, чтобы играть на ультрах. И, тем не менее, кадры порой тверяются. Следующий недостаток это навигация по списку заездов. Не поймите неправильно, сам интерфейс в игре вполне понятный и удобный. Тут я имею в виду то, что, открыв нужную серию заездов в любом из чемпионатов, нельзя выбрать, например, третью гонку по списку. Игра заставит тебя переигрывать всю серию до тех пор, пока не доиграешь до нужного тебе заезда. Казалось бы, мелочь, но хотелось бы все-таки иметь свободу выбора. Очередной минус в моем списке вытекает из одного из плюсов. Физики. В игре шикарный физон, но нет дрифта. Я считаю это большим упущением. То есть, дрифтить-то в игре можно, наваливая бочком сколько душе угодно, с местной физикой поведения авто делать это очень приятно. Очень жаль, конечно, что в самой игре нет заданий, ориентированных на данную дисциплину. Вы можете справедливо заметить, что игра вообще-то не про это, и будете в какой-то степени правы. Но я считаю, что с теми возможностями, которые есть у Wreckfest, можно было бы сделать очень интересный дрифт-режим, в котором, например, надо было бы пройти определенный участок трассы, не получая урона от столкновений. Или, например, дрифт-испытание, где несколько участников соревнуются, кто придет на финиш первым, при этом наваливая боком. И финальный минус в Wreckfest это слишком затянутые заезды. Не все, но добрая половина точно. Порой приходится ехать по шесть кругов подряд, каждый из которых проходится примерно за полторы минуты. Звучит, наверное, не так страшно, всего полторы минуты. Но когда едешь так шесть раз подряд, то выходит целых девять минут, а в некоторых заездах и вовсе одиннадцать минут с половиной, и это, ну, очень затянуто. Также тут имеются сезоны, в которых есть ежедневные, еженедельные и ежемесячные задания, но последние доступны только обладателям сезон пасса, который я благополучно приобрел. Благо, в моем регионе это можно сделать без каких-либо проблем. В этот сезонный пропуск входят несколько новых машин и, как я уже сказал выше, дополнительное испытание, длящееся пару месяцев. В моем случае это был заезд, где я, будучи в роли одного из всадников апокалипсиса, устраивал этим беднягам снежный армагеддон. Испытание, должен признать, мне очень вкатило. Хе-хе, вкатило. И я знатно кайфанул. Побольше бы такого, но увы. Посмотрим, что нам потом покажут в следующем сезоне. И, кстати, за выполнение сезонных заданий вам начисляются очки славы, на которые потом можно будет покупать скины для ваших авто. Все исключительно за игровую валюту. Отдельным блоком хотелось бы рассказать про онлайн. Я был на самом деле удивлен, что серверы были не пустые и люди довольно активно играют во Врекфест по сети. Некоторые лобби бывают заполнены почти под завязку, либо полностью. И это, несомненно, радует. Конечно, до онлайна какой-нибудь Форзы далеко, но все равно очень приятно, что игру не забывают. Гонки в онлайне отличаются от гонок в одиночной кампании тем, что, в отличие от последней, в сетевых заездах в рамках одной катки могут участвовать совершенно разные категории автомобилей, что абсолютно ломает баланс. Но это отнюдь не недостаток. На самом деле это очень освежает игровой опыт и дарит супер яркие эмоции. А у некоторых яркой становится еще и жопа. Соперничать с реальными игроками во Врекфест весьма доставляет, особенно когда видишь, что тебе пишут в чат, когда ты подрезаешь соперника. Некоторые, видимо, не понимают, что во Врекфест такое понятие, как чистая езда, является ругательством. Хотя я слышал, что тут есть серверы, где в правилах прописано, что грязная езда это бан. Итак, возвращаясь к плюсам и минусам, могу сказать, что по итогу у меня получилось найти 8 положительных сторон и 6 недостатков, что на самом деле ни о чем не говорит. Я вам больше скажу. В изначальной версии сценария минусов было целых 9, но хорошенько подумав, я убрал все самые незначительные. На минусы и плюсы я разбил свой обзор только для того, чтобы самому для себя понять, как я отношусь к этой игре и что меня в ней привлекает, а что хотелось бы исправить. Игра мне, разумеется, очень понравилась и играется она в целом очень бодро, но надолго в ней задерживаться не получается, ибо уже часа через полтора однообразие начинает душить. А те немногие фановые миссии не особо выправляют ситуацию. Пишите, как вам игра, если играли, ставьте лайки или дизлайки, бейте в колокол и до скорого. Услышимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok